Доброе утро всем! Что тебе достать? Книжку хочет. Какую? Какую, Соня? Это? С собачками? Представляете, с породами собак. Я выбрала. На, выбирай себе собачку. Мама купит. Пойдем. Ничего себе. Кира, прости, но тебе будет замена. Как ты на это смотришь? Сейчас Соня выперет. Вот это? Цверк-шпиц! Шпица хочешь? Собачка, да? Да. Вот. Аппенцеллер! Короче, либо шпиц, либо аппенцеллер. Почти одно и то же, в принципе. Давай посмотрим, кто тут есть. Еще. А вот, смотри, какая собачка. Йоркшир. А такса, тебе нравится такса? Или мальтезер? Смотри, это уже большие собаки. Давай посмотрим, кто тут у нас еще. В конце, да, надо смотреть, который побольше собачки. Понятно. Понятно. Да и мама сама посмотрит, что тут у нас есть. Вот это, да? Вот это же все стричь. Ретриверы, лабораторы классно с детьми ладят. О, смотри, на волка похож, Сань. У-у-у-у. О, постригли, показали, какой может быть до и после. Бультерьерчик. Есть, кстати, мини-бультерьер. Мне нравится, я за ним следила. Беленький. Я вообще всех животных люблю. Ну, хотя, в пора... Вот, вот, випеты, да. Это, по-моему, побольше. Вот есть, как же они называются? Как забыла? Левретки. Они еще меньше тоже вот так выглядят. Примерно ростом, как Кира. Даже, может, меньше. Только на тоненьких, худеньких лапках. И вот они мне нравятся. К чему я? Че я делаю? Да, да, да. А тут у нас что, циферки, да? Смотри. А вот есть в этих собачьих расах. Да, правильно сказать. Парочку, которые мне не очень... Ну, как, конечно, как животных я их все равно люблю. Но вот, например, которые бы я бы не завела. Какие-нибудь, я вам покажу. Терьеры. Терьеры. Есть разные терьеры, конечно. Если я найду, покажу. Смотрите. Тай Ричбек. На гиену похож. Терьеры. Терьеры. Как это читается? Эридали. Короче, я фиг выговорю. Вот такая порода. Вот мне не очень нравится. Как у них тут на морде как-то шерсть. Не знаю. Вот не совсем моя. Далматинцы. Ну, кто смотрел, что один далматинцы. Я в детстве мечтала о далматинце. Либо о колле. Вот таких много у нас в Берлине. Чао-чао. Ну, это же просто, а. Медвежонок. Хочешь такую, Соня? Все, хватит, мама, да? Дай мама еще посмотреть. Спасибо. У тебя вон там куча. Вот таких тоже у нас много заводят. Вот, кстати, вот этот бразильянский терьер. Еще такой прикольненький. Вот сколько же споняль было моих родственников. Туся звали. Такая была хорошенькая. Вот. Виншпиль. По-русски левретка. До пяти килограмм. Классненький. Вот. Опять такой терьер. Вот что-то такое как-то не очень. Хотя, знаете, мне кажется, если его тут сбрить, здесь нормально. Вот это мне очень тоже нравится. Кавалер Ким Чарльз Панель. Классненький. Кир, ну ты у меня самая лучшая. Иди сюда. Иди ко мне, Кирочка. Иди, моя лапочка. Ты у меня самая лучшая. Родченька моя, старшенька. Самая лучшая у меня собака на свете. Все понимающие. Все обсирающие. Нет, очень хорошая собака. Не могу. Пожаловаться не на что. Такая добрая. Социальная. Кличевалая. Ну просто. Ну просто. Ну просто. Не надо. Смотри в камеру. Смотри. Ну что за собака. Хорошая. И Сонечка. В руке надо держать. Да? Хорошо. Хорошо. Нет? Это или нет? И Сонечку приняла. Поначалу очень ревновала. Я когда с Сонечкой обнималась. Забирает камеру. Я когда с Сонечкой обнималась, она поначалу так. Прям нервничала. Сейчас все хорошо. Сонечка. Сонечка. Кошки. Я их тоже обожаю. Вот знаете. Есть кто-то любит больше кошек. А тут собак. Я люблю и тех людей. Я бы с удовольствием еще и кошку завела. И всегда мне хотелось тоже собаку. Но родители были против. И вот я переезжаю от них в Берлин. Я самостоятельная. Более-менее. И я съехалась со своим парнем, так сказать. Мы съехались. И я ему рассказываю, что я хочу собаку. Нет. Точно нет. Я не хочу. На-на-на. И тут вечером мы сидим, вкусно кушаем, выпиваем вино. Я говорю, ну я все-таки хочу собаку. Я говорю, давай посмотрим. И вот мы начали смотреть. А он подобрел. На-на-на. Говорит, ну давай. Я хотела Чиваву. Я выбирала между Чивавой. Кстати, мы их спрашивали, почему я говорю Чивава. Вообще пишется Чихуахуа, но говорится Чивауа. Но русские говорят Чихуахуа. Хотя правильно даже и по-русски говорить Чивауа. Как бы это вот такое название этой породы. Я выбирала между Чивавой, Мопсом и Шпицем. Но почему не прошел Мопс? Я хотела, чтобы маленькое, да? Мопс не прошел, потому что храпел. Шпиц не прошел, потому что вот сколько я не читала, вот они лают и лают. Надо их в парикмахерскую водить, подстригать. А то я все думала, как там возле попа. Она пойдет на улицу, сделает свои дела. Там куча волосиков. Это же все будет. Ну, там, оказывается, тоже подстригают. Ну, и в итоге Чивауа. Я хотела длинношерстную. 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 В итоге мы смотрим вечером. И мой парень находит ее фотографии. Ее, там была она и ее сестра, еще меньше. Ему понравилась ее сестра. Сайчик. И она мне сразу запала в душ. Она была такая красивенькая. И я говорю, давай я напишу, есть ли у них она еще. И он такой, ну, напиши. Ну, типа, можем поехать посмотреть. Ну, просто поедем. Типа, да-да-да. Я им тут же написала под шумок. Пока все горяченькое. Утром просыпаемся. И как он мне позже рассказывал, он уже проторезвел. Думал, что, ну, я все забыла. Да, ударилась. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, мой лапочек. Ой. Как ты вкусно пахнешь. Как можно с таким запахом родиться? Я бы тебя на духи пустила. Как парфюмер. Я шучу, конечно, ребят. Так вот, продолжим биографию. Нам не дают. Нет? Нельзя рассказывать? Скажи, мам, это наш секрет. Кира появилась за 10 лет до тебя. Представляешь? За 9. Офигеть. Так вот, продолжим биографию. Нам не дают. Нет? Нельзя рассказывать. Скажи, мам, это наш секрет. Кира появилась за 10 лет до тебя. Представляешь? За 9. Офигеть. За 8. И это уже больше года. И на следующее утро мне ответил этот заводчик. Говорит, да, приезжайте, посмотрите. Я говорю, все, мы едем. Поехали смотреть. Он такой рассерялся. А, что? И как он мне больше рассказывал, он говорит, ладно, думал, поедем, посмотрим, но точно не возьмем, приедем, подумаем. В итоге мы туда приехали. Он такой, а, все, берем. Сам. И он хотел ее сестру, я хотела ее, потому что она там бегала, бегала, и я ее такая, хоп, из этого круга, круговорота вытаскиваю, и она так на меня смотрит, и она на меня лизнула, и я думаю, все, это мой ребенок. Надо брать. Она была ростом, как хомяк, а ее сестра еще меньше, как полхомяка. И мы поехали тут же в магазин, прикупили всякой всячины, потом поехали, опять ее забрали, и вот так у меня появилась собака. Потом мы, кстати, и за собакой расстались, но это другая история. Ну, конечно же, Кирочка осталась со мной, там появилась еще одна собака, вот, ну и вот мы с Кирочкой уже были не разлей вода, я уже не представляла, что я буду без нее, естественно, я бы ее никуда, никогда не отдала. Вот так вот она появилась у меня, моя девочка. Я вначале ходила с ней по собачьим путикам, мне было так интересно. У нее куча разной одежды, куча разных красивых ошейников с этими, как это, поводки, с поводками, какие-то бантики, какие-то дождевички, костюмчики, шубки. У меня несло сумочка, в которой я носила, другая сумочка, несколько сумочек, коврики, короче, столько всего. Вот. Ну, потом я этим наигралась, и все, сейчас она у нее ходит голенькая, под ногу тоже ошейники. Так, хватит. И она у меня, как видите, вообще не, как это сказать, короче, доминантная собака. На спину ее фиг положишь. Вот такая история вам с утра пораньше. Алло, 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 бабуля, дедуля, вы где? Прием, прием, выхожу на вас по видеоняне. Да, Соня? Алло, алло, когда приедете, алло, вас не слышно, привезите мне что-нибудь вкусненькое. Баба, баба. Баба, говорит, баба. Ребята, я не могу. Как вкусненькое такое вообще. Ей все надо надеть, либо на голову, либо на ноги, либо на руки. Она может вот по полчаса ходить с одной вещью и надевать ее. Сонечка. Да-да? Иди покажи. Ой, какая у тебя коробочка на голове. Прекрасная. Новая шапочка у тебя? Как называется? Пушка топырин. Как тебе идет? Боже. Ой, упала. Как так, говорит? Как так? Поехала в магазин, наверное, в бутик в Прадо. Разойдись, посторонись. Чикуля выехала за шматьем. Поехала. Приехала. Приехала. Пойдет браслет и возьмет или каблучки. Тут, будьте уверены. А, нет. Так, это что? Это бокал белого, игристого. Это второй бокал. Это третий. Часто до магазина она не доедет. Четвертый. Так. Да, допила. И пятый. И все, разбушевалась. Иди к вами. Ой, как хорошая. Какая красавица. За зайчиком прячется. Мама, видишь, из душа. Капочка. Нотные морщинки. Щечки такие наполненные гиалуронами. Они неестественные. Да. Незавнополис. Ха-ха-ха. Эх. Да, Кирочка там. Я тоже скучала по тебе. Ой, ой. Куда? Куда побежала? Давай снимем-то мешок. Мешок снимем. Как ты в мешке будешь играть? Мм? Неудобно же. Ой, ножки мои, божечки. У-у-у. Ха-ха. Раз. Опа. Давай, ручку. Бери зайчика в другую. Опа. Состочку все. Ой, пошла, пошла. Папа, папа. Топ, топ. Тотя. Ты быстро проснулась? Нет? Нет, не быстро? Тот. Тот, т. Тот, т. Вот это. Молодец. Сразу. Ничего себе. Давай еще. Иди собирай теперь обратно. Нет? Как ты думаешь? О, пулечка. Ой, ну что за принцесса? Рыба моя. У меня болит горло. Но нет, я не болею опять. У меня просто оно село. Я заметила, что я не могу долго расковаривать. Это, по-моему, уже четвертый литр за сегодня. Я вам отвечаю. У меня сегодня какой-то сушняк. Я проснулась с таким ощущением, что я вчера бухала. Хотя я вчера выпила 3 литра чая. И сегодня у меня какой-то сушняк. Я пью воду. В общем, я сейчас 2 часа проводила трансляцию. Моя первая трансляция в зуме. Я прямо это отдала всю себя. Реально. У меня же спина болит. Я серьезно вам говорю. Это было для тех девчонок, кто из Германии, кто захотел попасть в мою команду. Вот я им провела, рассказала. Было классно. Мы пообщались. Я прям сама себя вдохновила. И в конце я прям почувствовала, что у меня уже садится горло. Прям капец. И начался такой сушняк. Я давай пить, пить, пить. Я сейчас просматриваю, он не сейчас, а сегодня. Свои видосики старые. Что-то я искала в инстаграме и в ленте. Кто еще не подписан, кстати, подписывайтесь. Наткнулась на вот такой видосик. Вот такое вот видео наткнулась. Я там такая худенькая. Вы, может, видели, я подписала. Пошла, выкину сладкое и мучное. Блин, ну это же было совсем недавно. И мне там пишут многие. Юля, вообще другой человек. Я на тебя подписалась, когда ты там забеременела или своих родов. И такое ощущение, что ты там вообще другая, как будто бы не ты. Я тебя такой не знаю. Я говорю, да, согласна. А потом думаю, ну вот это вот я другая. Я была дольше, чем я, которая вот я сейчас. Да, поэтому я думаю, меня люди даже такой не знают. Хотя я другая, это я нормальная, это я сейчас другая. И также нашла, смотрите, какой еще видосик. А что, я его вам сейчас тут вставлю, чем так показывать с Будапешта. Только мы не 17 лет, а уже почти 30 строимся. Синекционизм. 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 Полный, выметрится вод, соли, будет ли любовь, полный, если никакой, не волен. Я когда-то его, конечно, выставляла тут на видео, но раз многие тогда еще не были подписаны, вот вам, пожалуйста. Раньше я читала моим зрителям иногда стихи. Здесь это было в Будапеште, на кораблике мы уже почти причалили, и Соломонова очень люблю. Я люблю ее стихи, ну, Сарказм у нее тоже классные стихи, но мне больше нравятся ее лирические стихи. Она красиво пишет, красивый слог, мне очень нравится. Вот этот один из ее стихов, который мне запал в душу. Вот, и тут елочка належала. Ну, в общем, наткнулась на свои старые видео, такая ностальджия опять. Чувствую себя, кстати, превосходно. Вчера как раз с Настей обсуждали, кто мой интроверт или экстраверт. Вот я замечаю, что я и то, и то. Я могу как пообщавшись с людьми напитаться, так и посидев одна. Классно. Главное, что есть и правильные люди, и есть, которые высасывают нашу энергию. Все, буду дальше заниматься делами. А вот парадокс ютубовский. Пишет девушка комментарий. Все бы ничего, но эта реклама с фильтром уже надоела. Всем разослали его блогерам бесплатно. Они теперь его всем пихают. Кому надо, его и без вас уже купили. И тут же внизу комментарии. Здравствуйте, Юля, хочу купить фильтр. Живу в Праге. Как осуществить покупку? Благодарю за ответ. Бывает, что люди увидят несколько раз одну и ту же рекламу, и их уже раздражает. А бывают люди, которые ты уже показал 20 раз, а они не видели и вдруг видят. Я вот, например, в последнее время беру меньше какой-то другой рекламы и больше вставляю, например, там свою какую-то рекламу, которая мне интересна. Поэтому тут просто вопрос. Реклама по-любому будет. Этого не избежать. У вас есть вариант либо смотреть разную рекламу, либо, например, одну. Да? Но реклама будет. Ребят, я делала наконец-таки видео. Два часа ночи. Я иду спать. Буду на этом с вами прощаться. Баюшки, спасибо вам за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всех очень люблю. Мы увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok